Мандарин раздора. Роспотребнадзор запретил ввоз турецких фруктов в Россию. Татарстан вошел в рейтинг лидеров России по науке и технологиям. Президент республики и руководство активно поддерживает ученых, дает им возможность реализовывать свои проекты на территории Татарстана. Всем привет! В эфире универниуса в студии Дина Назырова. С 30 октября по 7 ноября в Татарстане запрещена работа ярмарок, проведение культурно-массовых мероприятий, работа магазинов, бань и кафе ночью, работа развлекательных комплексов в торговых центрах и вход в торговые центры несовершеннолетних без родителей или опекунов. Запретный плод сладок. Турецкий фрукт, запрещенный Роспотребнадзором, покажется россиянам еще вкуснее. Не стал ли мандарин инструментом политической борьбы, выяснила наш корреспондент Ариадна Кугушева. С 29 октября вход на территорию России турецким мандарином заказом. Цитрусовые попытались пронести через границу пестицид хлортерифос и были пойманы с поличным. Это фосфор, содержащий пестицид, который в воде практически не растворим. Поэтому простое мытье овощей или фруктов с помощью воды из-под крана здесь не поможет. Однако хлорперифос легко гидролизуется в сильно щелочной среде, поэтому если тщательно помыть фрукт с помощью хозяйственного мыла, а также руки помыть с помощью хозяйственного мыла, то вы можете получить положительный результат. В портах Туапсе и Новороссийска ранее были задержаны 12 партий особо опасных фруктов из Турции общим весом 218 тонн. Сейчас запрет распространяется на мандарины лишь одной компании, но в СМИ просочились тревожные предположения. Буквально вчера появились сообщения о том, что украинские вооруженные силы совершили отстрелы в позиции Донецкой Народной Республики, используя турецкие летательные аппараты-беспилотники. По странам сочинения обстоятельств, буквально в следующий же день Россия обнаружила пестициды в партии турецких мандаринов. Я рискую предположить, что это определенный сигнал Турции со стороны России, то есть о том, что Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось против позиций Донецкой и Луганской Народной Республики. Если этот сигнал будет проигнорирован, Россия может ввести санкции против других турецких товаров, тогда вот уже потери у Турции будут действительно достаточно существенные. Потому что сельскохозяйство – это очень большая статья экспорта именно Турции. Некоторые авторы склонны переносить экономические разногласия, в том числе вопросы, связанные с ограничением определенных продуктов питания из Турции с политическими разногласиями. Но я в этом случае не согласен с такой позицией. Считаю, что на данный период времени пока рано говорить о именно введении каких-то жестких экономических санкций или начало введения жестких экономических санкций, вот скорее это частный случай, связанный с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Нуждается ли Россия в турецких фруктах? Садоводы-любители охотно делятся в интернете советами о том, как вырастить мандарины даже на своем подоконнике. Чисто теоретически мандарины можно выращивать и в Российской Федерации. Лучше всего для этого подходит, скорее всего, Ставропольский или Краснодарский край, возможно, некоторые регионы Северного Кавказа. Вопрос, выгодно ли это и готовы ли российские селекционеры готовить соответствующие сорта, адаптированные к условиям нашей страны. Мандарины не инструмент политической борьбы, считают в Минсельхозе Турции. Однако ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, и другие страны будут счастливы занять ее место на фруктовом рынке, считает экономист Казанского университета. Ариадна Кугушева, Универньюз. Советник при ректорате Казанского федерального университета Рияс Минзарипов награжден почетной грамотой мэрии Казани. Награду советнику ректора вручил лично мэр Ильсур Медшин. Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям. О том, кто занял пьедестал и на какой позиции оказался Татарстан, узнаете в нашем следующем сюжете. Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На тройку лидеров приходится более 30% произведенных в стране инновационных товаров и услуг. Вообще Татарстан с точки зрения федерального присутствия в научно-технологической повестке всегда один из ведущих регионов. Татарстан получает одно из самых больших количеств грантов российского научного фонда, участвует в серьезных проектах в кооперации с индустрией, очень много индустриальных проектов, в том числе по постановлению 218. Научные исследования, применение высоких технологий и внедрение инноваций одни из важнейших факторов экономического и социального развития. Увеличение доли высокотехнологичных производств не только обеспечивает рост экономики, но и способствует ее качественным и прогрессивным изменениям. Президент республики и руководство активно поддерживает ученых, дает им возможность реализовывать свои проекты на территории Татарстана. Так, например, на базе Казанского федерального университета существует ассоциация молодых ученых, в которую входят представители различных институтов. Основная деятельность ассоциации связана с координацией программ поддержки молодых ученых. Ректором КФУ Ильшатом Гафуровым утвержден ряд мер поддержки, среди которых обеспечение жильем и выделение стипендий. Не стоит забывать, что в России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим в Казанском университете к этому событию было приурочено большое количество мероприятий. На базе университета проводились крупные конференции, симпозиумы, круглые столы, запущены ряды программ поддержки, открылось несколько новых лабораторий. То есть это все, можно сказать, комплексным результатом Года науки и технологий в нашем университете. Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и системная работа. Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Это особый год, когда каждый из нас сможет по-новому увидеть и оценить развитие научной мысли и технологический прогресс как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В России впервые за время эпидемии выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Данные поступили из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Мы напоминаем, что единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19 – это вакцинация. Желающие привиться могут позвонить в университетскую клинику по номеру 233-30-00. Защита после двух уколов спутником составляет на уровне 93%. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80%. Что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50%. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, нужно не забывать, что, с одной стороны, есть опасность побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе серьезных побочных эффектов, 1 на 100 тысяч или даже 1 на миллион. А с другой стороны, есть последствия перенесенного заболевания. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная литературной педагогике. Сама конференция была направлена на развитие эмоционального интеллекта у детей с помощью чтения в условиях цифровизации окружающего мира. По мнению специалистов, виртуальное общение в жизни современных подростков стремительно вытесняет реальное, из-за чего эмоциональное восприятие мира также претерпевает изменения. Чтение литературы в таких условиях может стать эффективным инструментом педагога для развития в ребенке эмоциональной грамотности. Если мы говорим о том, что сегодня общество становится цифровым, то все больше детей, подростков переходит в формат виртуального общения, забывая при этом, что живое общение, в общем-то, никто не заменит. И на наш взгляд, вот, литературная педагогика как раз должна сыграть решающую роль в том, чтобы у детей сохранились навыки живого общения. Я освещала детско-подростковую прозу и, соответственно, выбрала произведение, которое относится к этой категории, потому что оно достаточно мало изучено, но очень интересное и затрагивает проблемы подросткового возраста, проблемы принятия себя, отстаивания своей индивидуальности, взаимоотношения с родителями и другими взрослыми людьми. В конференции приняли участие ученые, педагоги, работники культуры, библиотекари, студенты и аспиранты из различных регионов Российской Федерации, а также из Болгарии, Германии, Казахстана и Чехии. Хочется подчеркнуть, что занятия проходили в смешанном формате. Всего на секциях было представлено более 70 докладов. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Дина Назырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!